МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите общественно-политическую программу Акценты. Из студии программы вас приветствует Виталий Дерябин. Как всегда, мы акцентируем внимание на тех событиях, которые требуют более детального рассмотрения. Автопарк бюджетных учреждений области вновь пополнился. Напомним, что на прошлой неделе в Оренбурге пришла партия новых школьных автобусов, а также автомобилей скорой помощи, которые тут же отправились в школы и больницы фактически всех городов и районов. Транспорт был закуплен на средства федерального бюджета по соответствующим государственным программам, предусматривающим его постоянное обновление. А на этой неделе новые автомобили и автобусы поступили в распоряжение областных учреждений социального обслуживания. В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Оренбургской области» приобретено 25 единиц. Часть автомобилей приспособлена для перевозки инвалидов и маломобильных людей. Вручение автотранспорта прошло на территории реабилитационно-оздоровительного центра «Русь». Ключи от нового автобуса или автомобиля для некоторых социальных учреждений – это давняя мечта. В реабилитационном центре «Проталинка» детей раньше возили на чем придется. Автотранспорт приспосабливали для детских перевозок. Новый специализированный и отвечает всем требованиям безопасности. Техника приобретена на средства бюджета пенсионного фонда. За 8 лет действия программы в регион поступило 93 автотранспортных единицы. Автобус оснащен по всем правилам дорожного движения, очень комфортабельный. А самое главное удобство в том, что мы можем детей не на двух машинах, а на одной перевозить в удобные для нас места. Владислав водит этот автомобиль полгода. До того был за рулем микроавтобуса. Помогать тем, кто не может передвигаться самостоятельно, приходится ежедневно. Он, как никто, знает, насколько востребован и нужен такой транспорт. Лучше, чем, я считаю, газель. Более юркая, можно так сказать, проедет в дворах. Дети, пожилые люди и инвалиды. Именно для них будет работать спецтранспорт. Несколько автомобилей оборудованы пандусами для перевозки колясочников. Ремни безопасности, дополнительные поручни и ступеньки. В автобусах сделано все, чтобы особенные люди чувствовали себя комфортно. В государстве делается все, чтобы людям жилось легче. И вам работалось комфортно. И от вас очень многое зависит. Зависит в работе особенность людьми старшего поколения. Вы работаете с особой категорией населения. Я очень рад за вас. И прошу только об одном. Берегите. Задача профильного ведомства обеспечить специализированной техникой самые отдаленные точки региона. В планах дальнейшее развитие социальной программы, которая предполагает в том числе создание мобильных бригад. Мобильные бригады – это когда выезжает не один какой-то специалист, а сразу и по оказанию социальных услуг, и медицинские услуги, и консультационные услуги. Поэтому такая вот хорошая форма работы, которая очень востребована, и она зарекомендовала себя. И поэтому мы продолжаем в этом направлении работать. Эти 25 автомобилей приобретены по программе прошлого года. В текущем проект продолжит действовать. В областном правительстве заверили, что социального транспорта станет больше. Он будет поступать в несколько этапов. За 8 лет приобретено 93 автомобиля и автобуса. Автопарк социальных учреждений пополнится и в этом году. 50 автомобилей – первая партия. Плюс еще один новый детский сад. Он открылся накануне в райцентре «Илек». В торжествах по случаю открытия принял участие губернатор Юрий Берг. Детский сад называется «Теремок» и рассчитан на 220 мест. Посещать его будут дети от 1,5 до 7 лет. Сметная стоимость объекта составила 187,5 миллионов рублей. Еще 21 миллион рублей был потрачен на оснащение детского сада мебелью, игрушками, учебными пособиями, технологическим оборудованием и мягким инвентарем. Оборудованы музыкальные и спортивные залы, сенсорная комната, кабинет педагога-психолога. Для обеспечения безопасного пребывания воспитанников в детском саду смонтирована система пожарной сигнализации. Установлена кнопка экстренного вызова полиции, организовано видеонаблюдение. Подобран коллектив педагогов, младших воспитателей и обслуживающего персонала. Юрий Берг, осмотрев новостройку, напомнил, что в феврале откроются еще два новых сада в Оренбурге. И в них тоже изначально запланировано размещение детей ясельного возраста. Вообще схема ясли-детский сад в одном здании была традиционной в советское время. По предложению губернатора, именно так будут строиться детские дошкольные учреждения в будущем. Он сумел доказать в Москве, что строительство лишь только ясли в одноэтажном исполнении нерационально. Ну, представьте, вот там в Оренбурге, в Новостройках, на 260 человек ясли. Вот ясли и все больше. А куда их потом? Мы пошли, выступили с инициативой и еще этаж надстроили. Это первый в России такой проект. Внизу ясли на 200. И там для детей уже садиковского возраста. Напомним, что проблема мест для детей от 3 до 7 лет была решена в Оренбурге еще 4 года назад. В настоящее время необходимо создание именно ясельных групп. И эта проблема актуальна для всей страны. Потому инициатива президента Владимира Путина и обрела статус соответствующей федеральной программы. Как уже отмечено, детский сад в Илеке изначально рассчитан в том числе на пребывание в нем малышей от 1,5 до 3 лет. Всего же для решения проблемы, обеспеченной местами детей ясельного возраста, в Оренбурге в ближайшее время будет построено еще 18 новых детских садов. Эти средства предусмотрены соответствующей федеральной программой и областным финансированием. В том числе об этом губернатор рассказывал во время встречи с редакторами городских и районных газет. Она традиционно прошла в редакции областного издания Оренбургия. На старте года Юрий Берг встречается с журналистами, подводит итоги года прошедшего и говорит о планах на перспективу. Так было и на этот раз. Отвечая на вопросы представителей региональной прессы, Юрий Берг затронул фактически все важнейшие направления социально-экономического развития области. Образование, медицина, строительство, промышленность и сельское хозяйство. Подобные встречи губернатора с журналистами проходят по принципу сразу и обо всем. Губернатор принимает любые вопросы. Отвечает подробно и с деталями. Например, почему одни аграрии в прошлом году горевали, опять засуха, помогает государство, а другие в это время пополняли закрома, подсчитывали прибыли и отказывались от услуг банков. Никогда не берут кредитов, свободных денег, своих денег в хозяйстве, от 200 миллионов рублей. Им ничего не нужно. А что мешает товарищу через дорогу так же? Кто как хозяйствует, тот так и живет. И кто плохо хозяйствует, тому сколько ни давай, все равно толку не будет. Впрочем, и по итогам прошлого года агрария без господдержки не оказались, в том числе по засухе. Ущерб от нее компенсирован суммой, превышающей полмиллиарда рублей. Почти столько же получат в этом году три города Восточного Оренбургия. Государство распространило действия программы «Безопасные качественные дороги городских агломераций» не только на областные центры. Федеральные деньги на ремонт дорог отныне положены городам поменьше, с численностью населения от 200 тысяч человек. В Оренбуржье к таковым относится Орск. В состав его агломерации попали также Гай и Новотроицк. Гай и Новотроицк мы получали в свое время, когда я был главой Орска, ну, 3-4 миллиона рублей в год на дороге. Орск получал 5. Сегодня Гай получает впервые там 45-50, а то и 60 миллионов рублей. Есть разница? 3 и 1. То же самое и с Новотроицком. Целевое и эффективное расходование этих средств губернатор обещает контролировать лично, равно как и расходы всего регионального дорожного фонда в целом, который приблизится в этом году к 10 миллиардам рублей. Кстати, вскоре из сферы ответственности области будет исключена автодорога Оренбург-Орск. Процесс передачи и ведения Федерального дорожного агентства запущен. Мнение губернатора, озвученное еще 7 лет тому назад, в итоге нашло поддержку. По Орской трассе, которая идет фактически параллельно границе с Казахстаном, перемещается все больше иногороднего и иностранного транспорта. Она давно перестала быть дорогой сугубо региональной. В этом году мы заходим в 58 городов и сел. В городах и районных центрах региона в 2019 году планируется построить, благоустроить уже 98 общественных пространств и дворовых территорий. А этими цифрами губернатор обозначает действие в Оренбурге еще одной программы – комфортная городская среда. Причем второе слово из ее названия можно исключать. Еще в прошлом году реконструкция общественных пространств и дворов жилых многоквартирных домов распространилась на сельскую местность. В этом году охват ею населенных пунктов области увеличивается. А еще в Оренбурге будут строить новую детскую областную больницу. Необходимость этого строительства назрела остро. Прежний больничный комплекс хоть и находится в центре города, но разместить маленьких пациентов по современным нормам комфорта в нем не получается. Не хватает площадей. Место постройку выбрано давно. Микрорайон номер 20А в северо-восточной части города. Выбор проекта в финальной стадии. Есть готовый типовой. По нему возведена детская больница в Твери. Альтернатива ему – собственная разработка Оренбург-граждан проекта. Тот проект, который в Твери, его под Оренбургскую область необходимо существенно переделывать. А тот проект, над которым мы работали, он нам более подходит. Окончательное проектное согласование пройдет в этом году. А уже в будущем – первый этап строительства больницы. Вообще, большая часть этой, по сути, пресс-конференции главы региона была посвящена развитию инфраструктуры и строительству объектов социальной сферы. Бюджетные возможности области, возросшие пропорционально размеру доходов бюджета, вкупе с миллиардами рублей федеральных средств, позволяют с уверенностью говорить о том, что в этом году Оренбург же обретет десятки и даже сотни километров от ремонтированных дорог, новые или полностью обновленные школы, детские сады, больницы и поликлиники. Это тоже является частью социальной политики области и соответствующей политике бюджетной, эффективность которой определяется в том числе и по графе «капитальное строительство». Впрочем, левиную часть процентов в этой графе дает все же строительство «жилищное», которое по итогам прошлого года несколько активизировалось. По данным Оренбургского территориального органа государственной статистики, строительными фирмами и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 911 тысяч квадратных метров жилья, что превышает плановое задание Минстроя России и уровень ввода жилья 2017 года. Напомним, что рекордным по количеству введенного жилья остается 2015 год – миллион 180 тысяч квадратов. Еще одна тенденция – изменение соотношения многоэтажной застройки и частных домов в пользу последних. По итогам прошлого года индивидуальное строительство дало более половины от общей площади новостроек, причем основной их рост приходится на сельскую местность. Это отражается на количестве сданного жилья в Оренбурге – меньше, чем год назад почти на 50 тысяч квадратных метров. Впрочем, областной центр продолжает держать пальму первенства в этом вопросе, главным образом благодаря комплексной застройке микрорайонов северо-восточной части. Так называемая точечная застройка – предмет жарких споров политиков, общественников, бизнесменов от строительства и тех людей, которые считают себя пострадавшими от нее, тоже вносит свою лепту в общий метраж новостроек. А также в повестку дня очередного заседания Оренбургского горсовета, который наконец-то услышал позицию прокуратуры и постановил навести порядок в этом вопросе. Точечная застройка тем временем продолжается, а там, где дома возводятся десятками, сохраняется старая проблема – много каменных джунглей и почти нет оазисов для отдыха. Точечная застройка. Для многих оренбургцев эти слова звучат как ругательство. А как же еще, когда в считанных метрах от твоего окна вдруг начинает вырастать стена новостройки? Тут уж любой возмутится и скажет – не желаю. Помогает, правда, не всегда. Точнее, почти никогда. Из всех скандальных адресов точечной застройки в Оренбурге, пожалуй, наиболее известен вот этот. Улица Чкалова, дом 53, дробь 3. Во время строительства, три года тому назад, вокруг него было сломано немало копий. Однако, в итоге, жилая многоэтажка, вот она, готова и фактически полностью заселена. С новыми соседями, жильцы 55-го дома, они выступали против стройки громче всех, незнакомы. Однако, сегодня от этого соседства находят выгоды и для себя. Хвалят здешнюю управляющую компанию. Порядок во дворах компенсирует неудобства впритык построенного здания. Время страсти притушило. Вот это вот все уже сделано, свершилось. Вот. Но таких, конечно, больших претензий, вот именно по уборке, по чистоте, здесь вообще никаких нет. Теперь ты уже что сделаешь? Ну, стоит, пусть стоит. Чего теперь? Никуда не деться от этого. Один-единственный вопрос, ну, что у нас в России земли нет? Земли в центре города действительно почти нет. А на той, что есть, как правило, старые постройки. Как здесь, на переулке Планерном. Эти двухэтажки построили пленные гитлеровцы сразу после войны. Понятно, что им давно пора на слом. Но как сломать уклад жизни местных жителей, которые привыкли к тишине и малоэтажности? Даже те, кто помоложе, говорят, если здесь вырастут каменные джунгли, в которых предложат новую квартиру, продадим ее и переедем, где потише. Другие, напротив, не возражают против новостроек, которые приближаются со всех сторон. Перегородив, однако, для верности, подъезды к своим домам. От машин будущих соседей. Дома у нас старые, конечно, старые очень. Этот дом наш строился в 1947 году. Привыкли мы, конечно, так жить. Но если нам дадут квартиры более-менее в этом же районе и нормальные, то, конечно, мы тоже не против переехать. А если раньше был пустырь, то, очевидно, здесь нужно не только жилые дома строить. Детские сады, школы и парки тоже? Не факт. На улице Пролетарская по этому поводу в прошлом году возмущение жильцов выплеснуло на улице. Их самодельную спортплощадку запланировали под очередную стройплощадку. В итоге так и вышло. Растет новая многоэтажка, а выделенное взамен место спортивного досуга завалено сугробами и выглядит откровенно убого. Местные возмущаются, но уже не публично. Прекрасный край, прекрасные территории большие. И вот гнездятся, гнездятся – это точечная застройка. Люди загоняют в 18-этажные эти дома. Автомобилисты, машины поставить некуда. Парковок нет, гаражей нет. Ну, безобразие. Мне стыдно за мой город. Чтобы не было стыдно, на городском совете решают. В градостроительстве нужны изменения. При точечных застройках проводить публичное слушание. Народ должен знать, где что появится. А застройку земельных участков проводить по правилам, а не только по желанию собственников. То есть установить предельное количество этажей или предельное высоту строения сооружений. И установить максимальный процент застройки границ земельных участков. В общем, перемены грядут. Их необходимость назрела давно. Это подтвердят тысячи оренбургцев, которые хотят от своего города комфорта и современности. Разворот в этом вопросе строить не как душе угодно. А по плану и руководствуясь здравым смыслом, трудно не связать с приходом к муниципальному управлению в Оренбурге новой команды нового городоначальника Дмитрия Кулагина. В интервью акцентом он прямо заявил, откладывать дальше решение вопроса от точечных застроек было нельзя. Иначе порядок застройки города превратился бы в откровенный беспорядок. Там, где напрашивается малоэтажное здание, нельзя возводить свечку в 17 этажей. И тем более ставить ее в притирку с ранее построенными домами. Оглянитесь вокруг. Сегодня подобных примеров в Оренбурге предостаточно. Новые правила должны положить этому конец. В том числе за их исполнением будет пристально следить новая глава и его заместители, которые уже полностью погрузились в работу. Выработка стратегических для Оренбурга направлений развития продолжается. Дмитрий Владимирович, больше месяца вы уже в должности главы Оренбурга. Первые выводы о том, как развивать город, вами уже сделаны. И первые решения приняты. Прежде всего, управленческие решения. Вот хотелось бы знать, полностью сформирована по состоянию на текущий момент ваша команда или нам ожидать каких-то назначений еще. И вообще, какие задачи вы уже поставили перед теми, кто с вами будет работать в дальнейшем. Сказать, что мы, я и мои вновь назначенные заместители полностью погрузились в все нюансы городского хозяйства, это будет неправильно. Потому что нужно действительно провести очень серьезную ревизию, где мы недополучаем доходов от использования имущества, от использования земли. Нужно провести ревизию работы муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, насколько они эффективны, насколько эффективно вложение денежных средств в их деятельность. Эта работа пока у нас, что называется, набирает обороты. Вообще, по большому счету, я бы выделил два направления. С одной стороны, безусловно, жители города ждут реальных действий, реальных таких прорывных шагов, которые можно было бы оценить и по которым можно было бы оценивать деятельность управленческой команды. С другой стороны, есть текущие вопросы. Каждое утро я просматриваю сводку, что за сутки произошло в городе Оренбурге. У нас работает муниципальный диспетчерский центр в круглосуточном режиме. Люди туда звонят. И вот прям четкая табличка. Адреса, снег, сосульки, наледь, гололед, бродячие собаки, сколько заявок поступило, кому они направлены на исполнение, они взяты на контроль. То есть, это повседневная жизнь администрации, поэтому надо думать и о таких прорывных моментах. Нужно обеспечивать решение текущих вопросов. Уборка снега, наверное, для вас одна из основных тем с момента вступления в должность до настоящего момента. Как вы ее оцениваете? Справляете ли коммунальщики? Хотя язык-то, собственно, не поворачивается говорить об их бездействии. Но, тем не менее, что необходимо сделать для того, чтобы сделать эту уборку максимально эффективной? Ну, снега в этом году действительно много. И когда я еду по городу, то частенько достаю телефон и набираю и глав округов, и собственников каких-то учреждений, предприятий, торговых центров. Потому что, действительно, вот эти вот огромные валы на дороге. И самое-то главное, что речь идет не только об очистке проезжей части. Нам достается за тротуары, достается абсолютно справедливо. Люди жалуются на очистку снега во дворах. Это прерогатива управляющих компаний. Но попробуй объяснить человеку, когда вот он глава, вот она администрация, а мы будем кивать на управляющую компанию. Конечно, нет. Конечно, эти вопросы задают нам. Конечно, в полном объеме сразу город очистить таких силенок не хватает. И уже, наверное, жители знают, мы обратились за помощью к промышленным предприятиям. И практически каждый день мы получаем технику и самосвалы, и погрузочную технику для того, чтобы плюс еще к нашей технике убирать снег. Помогаю, спасибо им большое. То есть здесь все формы работы хороши. И попросить предприятия, и попросить собственника, и потребовать от управляющей компании, и заставить эффективнее двигаться наши муниципальные предприятия. Работаем по всем фронтам. Горсовет на этой неделе принял решение относительно так называемых точечных застроек. Они всегда вызывали и продолжают вызывать массу критики со стороны горожан. Что, как вы считаете, необходимо делать? В каком направлении двигаться, чтобы, с одной стороны, не остановить развитие жилищного строительства, а с другой стороны, чтобы не вызывать недовольство горожан? Ну, прежде всего, четко установить правила игры. Вот на последнем заседании рассматривался план застройки землепользования. И четко в приложениях мы уже видим, какой участок земли, под какую зону подходит по своему функциональному предназначению. То есть здесь должны быть объекты торговые, здесь социально-культурные сферы, здесь могут быть многоэтажные дома высокие, а здесь выше трех этажей они не должны быть построены. То есть вот это все должно происходить открыто и с большим участием горожан. Потому что изменением правил застройки землепользования должны предшествовать публичное слушание. И мы поддержали позицию некоторых депутатов, потому что, когда публичное слушание сводится к междусобойчику, то, соответственно, этого никто не видит, и там может возникнуть черти что. Вот эти правила застройки землепользования, которые, к слову сказать, прокурор требовал привести в соответствии с законом уже чуть ли там не год, мы буквально за месяц работы подготовили и внесли на рассмотрение депутатского корпуса, потому что тянуть нельзя. Молодым везде у нас дорога, а семейным молодым еще и государственная помощь в решении квартирного вопроса. На неделе этот вопрос перестал быть таковым для тех молодых семей, члены которых известны своими общественными или профессиональными успехами. Традиционный способ их поддержки в части улучшения условий жизни – выдача жилищных сертификатов. В них зашиты определенные денежные суммы, весьма существенные, которые можно направить либо на покупку готового дома или квартиры, либо на строительство. Сертификаты, как правило, объединяются со средствами материнского капитала, ипотечными кредитами и собственными накоплениями. В итоге молодые семьи имеют возможность приобрести именно такое жилье, какое им нужно. Кандидат медицинских наук, кандидат кафедры анатомии человека. Для семьи Шаликовых это особенный момент. Они получают свидетельство на собственное жилье, как молодые ученые. Людмила преподает анатомию иностранным студентам на английском языке. Она настолько увлечена своей работой, что не сидела в декрете ни с сыном, ни с дочерью. Мы семья молодых ученых. Молодого ученого. Ну, семья теперь же молодых ученых. И вот собрали все документы и, к счастью, государство или организаторы посчитали, что мы этого достойны. И таких молодых семей 24. 15 из них – супружеские пары, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Среди них – молодые ученые, спортсмены, лидеры общественных объединений. Программа обеспечения жильем молодых семей действует более 15 лет. За это время свои жилищные условия улучшили 60 тысяч человек. Только в прошлом году на это было направлено около 400 миллионов рублей. Сегодня одна из главных задач вот этой темы и правительство Оренбургской области, и правительство Российской Федерации. Поэтому направление на социальную политику и на поддержку оно было, есть и будет продолжаться. Поэтому с 2003 года эта программа действует. Она многим оренбургцам дает возможность, шанс приобрести жилье. В регионе около 60 тысяч молодых семей. В очереди на жилье 22 из них. Вопрос эффективности программы решается на федеральном уровне. Счетная палата Российской Федерации обратилась в Министерство строительства, чтобы увеличить софинансирование из федерального бюджета. Как итог, программа обеспечения жильем молодых семей в Оренбургской области продлена до 2024 года. Юбилей Победы – готовность номер один. Именно этим девизом уже сегодня руководствуются активисты поискового движения. Хотя до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне еще почти полтора года. Для поисковиков приближение круглой даты означает одно – активизацию работы. И на местах сражений, имена десятков тысяч погибших, участников которых еще не установлены, а их останки должным образом не преданы на земле. И в хранилищах архивов, которые еще хранят неизвестные факты о павших защитниках Родины. Но главное – среди соотечественников, которые, к сожалению, все чаще стали забывать, что такое историческая память. От старших школьников до так называемых «серебряных волонтеров». В поисковики сегодня идут люди самых различных возрастов и социальных групп. Десятки тысяч человек по всей стране объединены одной идеей. Мы называем себя добровольцами. Мы действительно не получаем денег за свою работу. И, наверное, самое главное для нас – это возвращение памяти в семью, возвращение имени из небытия, возвращение солдата из без вести пропавшего в списке геройски погибших. Эти списки постоянно пополняются. Только из Оренбуржья более ста человек ежегодно выезжают на места боев в Новгородскую, Смоленскую, Ленинградскую области. Однако поисковики – не только те, кто работают в поле с лопатой в руках. Не менее важным является архивный труд – кропотливое восстановление имен воинов, многие из которых были тяжело ранены и отправлены на лечение в тыл. Госпитали находились в тылу, в госпиталях лечились и, к сожалению, умирали. И поэтому этот проект затронул вот так достаточно широко. И иногда для того, чтобы восстановить судьбу солдата, для того, чтобы восстановить имена и помочь гражданам, которые к нам обращаются, достаточно поработать в архивах и в доступных электронных базах данных, созданных Министерством обороны. Что, собственно говоря, и делают, в частности, оренбургские поисковики, которые провели огромную работу по восстановлению имен, которых нет ни в паспортах захоронений, нет в объединенной базе данных, а они были в архивных документах по бойцам, которые умерли от раны, захоронены на территории Оренбургской области. Елена Цунаева в поисковом деле уже 30 лет стояла у его истоков еще в советское время. С сожалению, признает, чем дальше в историю уходят война и победа, тем слабее историческая связь поколений. Показательный пример. Внучка пропавшего без вести бойца, останки которого обнаружили поисковики из Владимира, отказалась брать на память его солдатский медальон. Своё решение объяснила просто. Деда никогда не знала и не помнила. В Оренбурге свой случай безразличия. Поисковики нашли и похоронили с почестями павшего воина, а вот его многочисленные родственники так и не нашли время побывать на кладбище. Всегда же видно, когда за могилой ухаживают, когда за ней не ухаживают. Так вот прошло уже, наверное, года три, не вижу я, чтобы там кто-то был. Но вот этой огромной семье нет никакого дела. В преддверии юбилея Победы поисковики решают сами чтить память тех, кого они вычеркнули из списков без вести пропавших. Ещё одна задача – пополнение книги памяти. Не установлены точно ещё несколько сот имён бойцов и командиров, умерших от ран в Ивако-госпиталях Чикаловской области. Награды тем, кто защищает спортивную честь Оренбуржия и всей страны и достигает высоких результатов. Лучших спортсменов области, которые по итогам прошлого года становились победителями и призёрами различных соревнований, чествовали в минувшую среду. Они стали обладателями именных стипендий и премий губернатора Оренбургской области. Со многими из них хорошо знаком мой коллега Анатолий Юденич. В зале торжества областного правительства – весь цвет оренбургского спорта. 28 спортсменов и 16 тренеров показали наилучшие результаты в 2018 году и заслуженное чествование в роскошных условиях. Спорт высших достижений – это не только награды и звания. Это ещё и подготовка молодых спортсменов. Более трёх тысяч детей, подростков и молодёжи находятся в резерве ведущих клубов области. В настоящее время более 150 оренбургских воспитанников выступают в основных дублирующих молодёжных составах спортивных клубов. Честь России на международной арене. В различных составах сборных выступает 90 спортсменов Оренбуржья. Губернаторские награды вручаются спортсменам, наиболее прославившим область в минувшем сезоне. Несколько непривычно видеть их в цивильных костюмах. Задачи главные минимумы выполнили с тренером на этот год. Естественно, хотелось золота на чемпионате России, хотелось золота на чемпионате мира среди студентов. Чуть где-то не хватило, чуть где-то, может, не повезло, но в целом работаем дальше. Успехи спортсменов были бы невозможны без их тренеров, людей, вкладывающих душу и весь свой опыт в подопечных. Эти наставники – также золотой фонд нашего спорта. Школа работает в том же режиме. У нас есть подающие надежды спортсмены. Это 8-го года, 5-го года рождения. Есть хорошие ребята. Стараемся, держимся. Надеемся, будут еще. Борцы и пловцы, теннисисты, легкоатлеты, стрелки и шахматисты. Множество видов спорта, в которых наши земляки имеют серьезный авторитет. Год только начался, а уже есть первые успехи, приходят победы. Так держать и дальше. Такие акценты мы расставили для вас на этой неделе. До встречи в следующую субботу и всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова